Вы знаете, и да, и нет. С одной стороны, она влияла, это очевидно, это факт, тому есть доказательства, хотя частично они не обнародуются. Но насколько сильно это влияние, это второй вопрос. Здесь вот два вектора. Было ли сильное влияние или нет? Давайте рассуждать так. Если компания ведется избирательно-президентская, которая стоит порядка миллиарда долларов с одной стороны и с другой стороны, то со стороны демократов и республиканцев, то, по-моему, достаточно смешно обвинять со стороны демократов, со стороны Хиллари Клинтон, группу два или три румынских каких-то хакера в том, что они повлияли на многомиллиардную избирательную компанию в Америке. Это, мне кажется, в равной степени, как и смешно утверждать, что господин Трамп, президент Соединенных Штатов Америки сейчас, победил из-за Кембридж-аналитика, то есть из-за какой-то супертехнологии, нано-пыли, в интернете, в Фейсбуке. Это тоже чушь. Безусловно, это помогает. Безусловно, это инструментарий, который важен и которым я не пользуюсь. И он какую-то долю эффекта дал, но не более. Поэтому, с другой стороны, сам факт того, что страна вмешивается в внутреннюю политику и именно в выборы американские впервые на таком уровне, для них символично. И поэтому американцы просто так от этого не отстанут. Для них это символично. Здесь не факт того, насколько они это смогли. То есть они это там российские или хакеры, или кто-то. А сам факт то, что вот влезли. То есть, условно говоря, если вы ограбили банк, то судят вас не по тому, сколько мешков денег вынесли. Отчасти это влияет, правда. Но потому, что вы просто его ограбили. То есть вы нарушили закон. Так и здесь. Все-таки Америка для Америки это был шок. Она никогда, мне кажется, не могла подумать, что кто-то может повлиять на их политику на таком уровне. Они всегда доминировали и в этом поле, и в поле разведки относительно. А здесь вот так получилось. Поэтому да, это долгая история. И у Вашингтона длинная память они это так просто не ставят. Вопрос же не в том, что на выборы президентские в России можно эффективно повлиять. Я думаю, что вряд ли. А вопрос в том, что быть готовым или иметь подручные механизмы, инструментарий, для того, чтобы не сидеть у разбитого корыта. И к этому, безусловно, не готовятся. Но сегодня Цукерберг заявил, что будет предоставлять все материалы для расследования по поводу регистрации аккаунтов якобы российских троллей, российских пропаганды. То есть консенсус там есть по этому вопросу. Консенсус в мировом сообществе тоже есть по этому поводу. Поэтому вопрос времени. Всегда бывают какие-то неожиданности. Всегда люди неожиданно раньше рождаются, либо раньше умирают, либо ломают ногу, либо еще что-то. Ну, ожидать можно всего угодно, да, что угодно. Здесь лучше, мне кажется, сфокусироваться на работе, а не на том, что там Путин вот должен когда-то, завтра или послезавтра уйти. Чем больше мы и ставим, вот это, кстати, большая проблема восприятия, когда мы ставим себе временные границы или ожидания, и они не соблюдаются, поскольку они не могут каким-то образом быть исполнены, потому что никто не может смотреть в будущее. Вот, мы расстраиваемся, мы говорим, о, еще один год и еще один. Ну, надо просто не читать эти годы, а заниматься делом, между делом. Да и, к тому же, поймите, что вопрос, если говорить уже о политике серьезном, по существу, то глобально нужно менять и сам политический процесс, и культуру политики, и общество обучать. С уходом условным, вот, возьми завтра, не будь Путина, вы думаете, что Российская Федерация коренным образом изменится? Нет. Конечно, то есть, даже если вы весь государственный аппарат и правительство замените на каких-то новых молодых людей, это большой-большой-большой Титаник, который так просто не разворачивается. Легко развернуть лодочку, а вот Титаники так быстро не разворачиваются, поэтому здесь вопрос ни в одной личности, хотя как глава государства любой политик, любой президент задает тон, это правда, но здесь вопрос в структурном подходе и более глубоких изменений, которые нужно делать в этой стране. Продолжение следует...